Народ, всем пламенный привет, приветствую вас на канале с Фэмли Вэн из жаркой солнечной Флориды, город Нейплс, мы с вами в автосалоне BMW и позвонил мой товарищ с Майами, ему очень понравилась машина и он попросил заехать посмотреть, в общем я что-то как-то не обращал внимания, 750, 21 год, в общем сейчас все расскажу, покажу, мне надо посмотреть состояние, проверить Carfax, если что он приедет и будет покупать и тогда мы уже с вами посмотрим уже ее в другом виде, но давайте глянем, я еще попрошу ключи, будем смотреть на авто, на это X-Drive 750i на светлом салоне, при этом у нее Shadow Line, Shadow Line не Extended, то есть у нее, как вы видите, молдинги здесь черные, а трубы хромированные и решетка хромированная, удлиненная лонговая версия, такой вот салончик, сейчас все посмотрим, будем смотреть состояние, будем смотреть Carfax, фары модные стоят, лазер, камеры 360, ну 750, я на полном фархе, 4,4 двигло, М-тормоза, не знаю еще по какой пробег, сейчас будем все смотреть с вами вместе, потому что еще пока ничего не знаю, я просто скинул ссылку, сказал, что у тебя в городе стоит машина, но я уже вижу, что стоит драйвер-расист, вот судя на руле, вот эти, и стоит удержание, то есть полностью драйвер-расист стоит, интересно, кстати, как это в предыдущей версии система работает, так, ну что, пойду брать ключи и будем с вами смотреть эту машину, итак, ребята, давайте вместе осмотрим машину, для моего друга из Майами, мне уже ее открыли, я на самом деле уже полазил, посмотрел, ну и давайте посмотрим, 750 xDrive в максимальном, в максимальном, вообще пакете, который только, ну бывает, единственное, мониторов, кстати, нет, вот единственное, но, но в принципе она в основном один есть, поэтому не кризис, это не первый автомобиль в семье, поэтому это желание просто купить себе семерку BMW в полном фарше за адекватные деньги, итак, машина не местная, это, вот, скажем так, вы знаете, я люблю, когда машины местные, когда она в одном месте, когда они там сервис, но в принципе машина Certified BMW, и машина на гарантии еще до мая следующего года, что не может не радовать, поскольку он собирается ее эксплуатировать здесь, в США, и, соответственно, точно за пару месяцев он поймет, если есть какие-то вдруг там косячки, можно всегда заехать к дилеру, и он все сделает бесплатно, то есть гарантия бампер-то-бампер сохраняется конкретно на эту машину до мая 24-го года, ну что, давайте глянем, что у нас там по опциям, значит, первое, у нас здесь пакет М-обвес пакет Shadow Line, но он не Extended, потому что, обратите внимание, у нас молдинги вокруг окон черные, они у нас именно Shadow Line, а вот выхлопные трубы, и, соответственно, такая же будет решетка, ну и по вот этому заднему молдину тоже можно определить, что это не Shadow Line Extended. Я сразу посмотрел на то, что у машины сохранились ее мелкие косипорства, то есть на момент эксплуатации, но машина не может быть в абсолютно идеальном состоянии, поэтому вот такие вот, например, здесь вот есть вот такой вот небольшой затирчик, он даже не затирчик, и тут больше, наверное, грязь, ну, в общем, такие всякие мелкие всякие штучки, которые, ну, говорят о том, что явно там бампер вряд ли делали, по крайней мере, все, что, все, что как бы она должна была нажить за, кстати, не очень большой пробег, но за такое долгое время она как бы нажила. Живые абсолютные диски, я не вижу нигде никаких коцек, при этом у нас, естественно, M тормоза, система стоит, ну и давайте пока по кругу пройдемся, посмотрим, еще я там один косячок нашел, в камере 360, и большая редкость, кстати, для США, в отличие от Европы, это стоят лазерные фары, то есть у нас стоит цвет лазер, посмотрите, здесь у нас стоит вот тоже вот этот вот M тонированный хром, но решетка хромированная. Конечно, при желании решеткой молния задней можно заменить, это абсолютно недорого, есть доступные на вторичном рынке, и как бы и новые можно купить, то есть это не проблема, если она надо, но в целом меня не смущает то, что у этой машины здесь стоит хром, и более того, ему даже это, лично ему это даже нравится. Кстати, цвет не черный сапфир, то есть не блэк сапфир, а блэк карбон, это синий отлив, если вы присмотритесь, ну, на видео это, скорее всего, не будет видно, но машина не чисто черная, а блэк карбон, не забывайте, это с отливом при определенном угле зрения у вас машина будет отдавать синим, вот так это сразу не сказать, как только солнце попадает, и вот определенный угол, и вот там мы с вами можем заметить. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там теперь внутри. Кстати, сразу обращу внимание, значит, у нас стоят доводчики, что не может не радовать, и сзади у нас самолет, все как обычно, ну, тут в Америке, как бы, редко очень ездят с водителями, и там 99%, что и управлял сам же собственник за рулем сидел, поэтому и задний салон, то есть задняя часть автомобиля осталась вообще не тронута, никаким образом, здесь у нас все с вами в идеале. Вот таким вот, то есть здесь подлокотничек, все эти, все абсолютно. Здесь у нас стоит система климат-контроля, двухзона и подогрев задних сидений, что тоже не может не радовать. Ну, машину так протерли, что, видите, остались следы. Вставочки, то есть все, ну, так вот в целом. Технический состояние, ребят, то есть, во-первых, человек, он сам занимается автомобилем, он хорошо понимает, знает. Светильники вот эти вот очень красивые, конечно. То есть, поэтому там говорить о том, что он там не понимает, что берет, он хорошо понимает, что берет, это просто желание взять. Ну, вот такие тоже, видите, такие вот небольшие косипорства, которые говорят о том, что все-таки это все родное, пороги и так далее. Ну, иногда не очень аккуратно, что-то там кто-то залазил или заносил, завозил. Здесь вот тоже такая история, когда на порогах мы с вами можем увидеть вот такие вот засечки. Ну, это, к сожалению, наверное, даже не полируется, но напишите, что можно с этим сделать, если вдруг он захочет сделать. Вот так, ну, здесь мы с вами видим, что по состоянию карт дверей, по состоянию салона, в общем-то, все на своих местах. И, ну, не может быть, чтобы вообще прям никаких ни одного косяка не было. Как я всегда говорю, обращайте внимание, когда покупаете автомобиль дистанционно, на стикер на дверях. То есть, машина вот эта вот, она у нас с вами 19-го года, март месяц. Соответственно, это чистый 19-й год. В случае, если здесь будет уже август, они могут указать это как 20-й год. Поэтому имейте в виду, при растаможке это очень будет важно. Здесь у нас карта двери в полном порядке. Есть вот такие вот какие-то тут тоже такие небольшие, несерьезные царапки. Но ничего критичного сильно я не вижу. Вот эта вот ручка, она очень быстро как бы затирается. И на светлом салоне у BMW, кто владельцы BMW знает, что здесь очень часто, особенно на устричном салоне, на белом, тут прям сразу такие прям затиры. Очень сложно отмывать. А если постоянно отмывать, здесь образуется такое прям нарушение окраса. И, в общем, это будет заметно сразу. Здесь в целом у меня нет никаких вопросов. То есть вся как бы карта двери все целая. То же самое мы можем с вами посмотреть на сиденье. Сиденье полностью живое, не подкрашенное, не подмазанное. Нигде здесь никаких таких вот существенных. Как бы там уже... Вообще вот этот салон очень показательный. Здесь видно, что машина не имеет большого такого вот именно эксплуатационного пробега. То есть понятно, что долгое владение, но очень маленький пробег, что, в принципе, видно по вот этим всем. Ну и я говорю, еще раз напоминаю для тех, кто прослушал. То есть технически сейчас я не оцениваю, потому что машина гарантийна, и он ее может загнать в любой сервисный центр BMW в США, а он из Майами. То есть и всегда все проверить, все еще раз посмотреть. Если что-то найдет, в общем, это всегда предмет либо переделки, то есть за свой счет BMW все сделать, либо просто можно отменить заказ, если с машиной оказалось что-то не то. Поэтому да, подороже эту машину приходится покупать, но он хочет для себя, поэтому и, соответственно, требования такие. Так, ну что, ребят, пробег. Значит, пробег тотал, пробег 26 тысяч. Это очень низкий пробег, он очень неправдоподобно смотрится, но глядя на состояние, вы знаете тоже, все бомберисты знают, что по рулю можно всегда определить у BMW вот эта вот кожа. Вот кто видел, я покупал себе М4 кабриолет, и у меня буквально за 2000 уже были вот такие вот на руле, как бы, ну, я не могу сказать затиры, но он уже, в общем, другого вида был. Здесь же, посмотрите, руль, в общем-то, в идеальном состоянии, и видно, что никаких проблем с тем, что он затерт, да, несмотря на долгое владение. То есть, похоже, что пробег очень-очень реальный. То же самое мы с вами можем обратить внимание на доводчики двери, конечно, это очень приятная функция. То же самое мы можем обратить внимание на вот эту вот центральную консоль. Как правило, при долгой эксплуатации тут будет куча всяких затирок, потому что вот это вот лакированное дерево, на нем все видно, а тут у нас не сама ручка коробки передач селектор, да, ни шайба, ни вот здесь вот, то есть никаких повреждений вообще, даже таких вот чисто эксплуатационных не имеет. Это говорит тоже о том, что аккуратно эксплуатировали, и видно, что недолго эксплуатировали, потому что даже аккуратная эксплуатация, ну, с прошествием времени, она, конечно, дает о себе знать. В общем, руль в полном порядке. Обратите внимание, стоит Adaptive Pro, это видно, ну, здесь вот видно по иконкам, а на новых машинах это определяется. Но если на руле вот есть такие вот, которые загораются светодиодики, то видно, что есть Adaptive Pro, то есть это фактически автопилот. Ну, на этих версиях он работает в такой себе прям, но в целом все равно это точно удержание в полосе более или менее, и абсолютно хорошая работа дистроника, то есть вот с возможностью изменения расстояния следования до следующей машины, да, до машины впереди. Ну, а так, проекционный дисплей, да, присутствует. Камеры 360, да, присутствует. Естественно, здесь есть у нас и вентиляция, и подогрев, то есть вы видите здесь сиденье, и подогрев руля. Кстати, многие, глядя на новые рули, новых автомобили, говорят, «О, нету подогрева руля». Ребят, у новых автомобилей подогрев руля перенесли туда, в климат-контроль. Поэтому и, соответственно, у вас, как бы, ну, не надо, короче говоря, искать подогрев руля на новых машинах здесь, он у вас вот здесь. Поэтому, если вы смотрите, просто заклинит. Он, как правило, есть в 99% случаев. Так, ну, и есть массаж сидений. Вот здесь вот у нас, видите, есть кнопочка, то есть помимо памяти есть массаж сидений. То есть, экзактив пакет, так называемый. В общем, более фуловой версии сложно найти, за исключением того, что здесь нет только задних мониторов. Остальное все в этом автомобиле есть. И в целом состояние я могу назвать его очень-очень хорошим. Я бы сказал, отличным. Для своих, для своего девятнадцатого года, для своего пробега все совпадает. Машина сертифицирована дилером. Машина, как бы, еще гарантия. Поэтому можно все посмотреть, проверить. Если что-то всегда там сделать. Поэтому, да, понятно, что это все своеобразно. Да, то есть, это на любителя семерок. Но для тех, кто хочет себе взять недорого. И самое главное, да, ребята, цена, цена такой семерки. Сейчас я вам скажу. Ребят, 59 тысяч долларов. То есть, вот эту машину можно взять за 59 тысяч долларов. И мы еще сейчас поканючим скидку. 4,4, 26 тысяч пробег. Идеальное, я бы сказал, состояние. Гарантийная машина по-прежнему. 59 тысяч. Мне кажется, более чем неплохое предложение, когда человек хочет именно такую машину. На полном-полном фарше. Ну, что скажете вы, я не знаю. Только, ребята, я знаю сейчас некоторые, да, BMW, вокруг сервис и так далее. Ребята, давайте сейчас не об этом. Ну, честно. Я, как покойник BMW, и я думаю, что большинство владельцев BMW, ну, не соизмеряет. Случаются ли какие-то оказии с BMW? Да, безусловно. Требует ли она внимательного обращения и вождения? Да, безусловно. Как и большинство таких машин. Готовы ли мы иногда пожертвовать своим временем и деньгами? Ну, ты ездишь на BMW. Ну, конечно, да, безусловно, мы готовы. Поэтому все, как бы, надо подходить с умом и понимать. То есть, рассчитывать, что купить себе BMW и ездят они как на Тойоте? Да нет, ну, купите себе Тойоту, да. Поэтому тут это абсолютно разное мировосприятие, да. Абсолютно это совсем другое. Поэтому и говорить, что да, вот BMW, то есть, я бы сейчас купил, но она ломается. Ну, блин, ну, ломается периодически. Но, в целом, если вы берете гарантийную машину в хорошем, ухоженном состоянии, то я не думаю, что будут какие-то с ней там сильные проблемы. И самое главное, это я вам как бывший владелец BMW, как бы, да, как нынешний вообще, как BMW, вот, скажу, что мне не дадут соврать. То есть, BMW требует максимально внимательного обращения. Если у вас где-то какой-то непонятный звук, если у вас где-то какой-то непонятный треск, если у вас загорелась какая-то, не дай бог, лампочка, тут же бегом на сервис, тут же бегом делать, тут же бегом менять. BMW, это не Тойота, у которой может гореть вся гирлянда на дашбор, да, на панели приборов, и при этом она будет ехать, короче, и ползти, еще везти за собой. То есть, нет, BMW этого вам не позволит ни за что сделать, она для крайне внимательных владельцев, поэтому и обращаться с ней нужно крайне внимательно. Ребят, ну, для большинства я Америку никакую не открыл, большинство моих, как бы, подписчиков это все знают, зрители, да, поэтому... В общем, ребята, во мне, я, как бы, он просил посмотреть, я посмотрел, он, на самом деле, уже изучил все эти данные внутри, сказал, что очень хочет именно вот такой вариант, искал его достаточно долго, принципиально было наличие определенных опций и цвета, соотношения кузова и салона, вот, как бы, вроде как оно. Попросил заехать посмотреть, я посмотрел, мое мнение, я бы себе такую машину взял, честно, если бы я хотел себе семерку, я бы себе такую машину взял, потому что меня здесь не смущает ничего, и, в целом, как бы, машина классная. Ну, что, ну, а если возьмем, я вам обязательно запишу ролик, прокатимся, поговорим о машине, а потом еще я потом спрошу его мнение по поводу эксплуатации, будут ли с ней какие-то косяки или нет, если он ее купит все-таки. Все, ребята, пока-пока, спасибо, что были на канале, не забудьте подписаться на мой инстаграм, телеграм-канал, у меня ссылка здесь внизу, в комментариях закопленных можете найти, кому понадобятся машины с покупкой здесь, в США, с выбором, по всем штатам, с покупкой новых автомобилей, автомобиль с пробегом, то есть, какими угодно, пишите, будем искать вам машины, отправлять в ваши страны, либо здесь, в США, ну, с кредитованием тоже, как бы, будем стараться помогать. Все, пока-пока, спасибо, увидимся. Так, ребят, рубрика по скриптум, я еще покажу вам. Значит, есть вот такой еще X6, абсолютно роскошный, это у нас с вами M50, на самом полном, то есть, это предыдущая версия, на самом полном фарше, лазер, все дела, полностью Shadow Line Total, проекционный дисплей, салон Individual, светлый, Crystal, ну, короче, есть все, есть Adaptive Cruise, я сейчас не буду брать этот, я сейчас просто пройду, покажу, фишка в том, что я могу эти машины забрать без налога на экспорт. Есть еще авоська, L-ка, вот такая Quattro, у этого 32 тысячи пробег, я сейчас цену вам пока не скажу, пишите мне в Instagram, или, ну, найдете, или на почте мне некоторые пишут. RX есть черный, но он моноприводный, есть джип предыдущий, и есть Porsche Cayenne S. на красном салоне, это, ребята, все машины, которые, блин, он чумазенький, конечно, вот, но, все машины, которые, это не какие-то там, знаете, там, аукционы и так далее, то есть, это когда все-таки продают с гарантией, поэтому, чуть они, чуть обычно дороже, но в целом, а, вот еще, смотрите, какой есть белый, но это у нас Competition стоит, похоже, да, X5 Competition в предыдущем кузове, у него стоят юбилейные версии, кстати, мне спасибо большое, ребята пояснили, я говорю, странно, 50 лет BMW, BMW намного больше лета, что же они тогда, к чему приурочены, оказывается, к BMW Motorsport приурочены 50 лет, ну, и на черно-белый, на черном салоне, в общем, пишите, инстаграм ссылка есть, диски, конечно, улет, пишите, кому надо будет, буду мониторить, буду цены скидывать, и, соответственно, будете брать нормальные машины и не иметь головных проблем, еще вот такой, но он у нас в стоке, то есть, имеется в виду, ну, как в стоке, не сказать, что в стоке, у него просто хромированная решетка, а так, им тормоза стоят, светлый салон с комфортными сиденьями, тоже предыдущая версия, и это у нас с вами 40-очка, а, S-Drive, ребят, сингл-драйв, сейчас пойду поговорю, все, ребят, пока-пока, спасибо, что были на канале,